Карина Демидик. Прыжок в высоту. Чемпионка мира Ю-20. Серебряный призер чемпионата Европы Ю-20. Многократная чемпионка Беларуси. Рекордсменка Беларуси. Что тебе дает мотивацию для тренировок и улучшения результатов? Мне кажется, я больна спортом. Поэтому я бы не сказала, что мне нужна какая-то мотивация для того, чтобы тренироваться. Я это буду, наверное, делать всегда и без каких-то дополнительных вопросов и мотивационных вещей. Поэтому мои собственные результаты, это, конечно, является то, что хочется превосходить. И благодаря чему я каждый день встаю и хочется прыгать и двигаться дальше. А вообще, я просто это люблю очень сильно. И всем сердцем я так люблю прыгать, что это самая главная мотивация. Как ты справляешься со стрессом на соревнованиях? До соревнований и после соревнований, в принципе, я стрессую всегда. Это не зависит от того, какие соревнования, какого ранга и где они вообще проходят. Я часто стрессую. Не было ни одних соревнований, на которые я приехала спокойно и такая, давайте, сейчас попрыгаем. Поэтому, как справляюсь, стараюсь переключаться, посмотреть мультики какие-нибудь до соревнований непосредственно. Или, например, музыку послушать. Но это редко, потому что я музыку очень редко слушаю вообще в принципе. Поэтому в основном смотрю мультики, посплю. Иногда могу помедитировать до старта. То есть я это использую в своей практике. А на соревнованиях мне помогает я и училась, как правильно дышать. И поэтому при помощи дыхания я стараюсь успокаивать свой пульс и убеждать себя, что всё будет хорошо. А даже если будет плохо, то выйдет в следующий раз. Ну, так и напрашивается вопрос. А что за мультики, например, ты смотришь? Ну, вот на заключительный старт «Маша и Медведь» был. Смотря, что идёт по телевизору, я сначала телевизор крутаю всегда. Если там есть какие-нибудь мультики, тогда останавливаюсь, смотрю. Но вообще классно заходит «Маша и Медведь». Они коротенькие, как раз до выхода можно пару серий посмотреть. И весело, и очень сильно отвлекаешься, расслабляешься. Какой-то внутренний ребёнок прям радуется, смотрит и кайфуешь. Вот именно конкретно прыгать в высоту, только в высоту, я, наверное, начала после школы. Потому что до этого я бегала барьеры и прыгала в высоту. Был период в моей карьере, когда я в детском возрасте, когда мне запретили прыгать в высоту, я бегала только в барьеры. Даже один раз пробежала 400 с барьерами. Это был просто ад, адский для меня. Барьеры бегала всегда, всю школьную, весь школьный период. И, в принципе, сейчас тоже на тренировках бегаем. Я этого тоже очень люблю, мне это нравится. Поэтому конкретно в каком возрасте, только с высотой, сложно бы ответить, потому что мы, наверное, сами не определяемся. Вот я хочу прыгать в высоту, и всё, больше я ничего делать не буду. Ну, по крайней мере, наверное, не у нас в Барановичах, потому что тебе нужно сделать много видов, закрыть их. И поэтому вот когда в 11 классе я выполнила норматив мастера спорта, наверное, тогда уже пошло какое-то понимание того, что вот я буду прыгать и в будущем, и только прыгать. Потому что немногие говорят, что я слишком большая для барьеров, там я не подхожу в этом плане. И уже, в принципе, с возрастом я начала терять скорости по сравнению с девчонками, которые меньше и более шустрые. Поэтому стало понятно, что перехожу на высоту, и вот в 11 классе я определилась с высотой конкретно, и уже перешла к своему тренеру, когда поступила в университет, и только с того момента, вот в 17 лет, и только прыгала в высоту. Если не высота, то какое вы любите? Я думаю, что я бы прыгала тройным прыжком, потому что мне это тоже всегда очень сильно нравилось. И, в принципе, у меня результаты с детства шли в многоскоках, там, в скачках, в принципе, хорошие. Но я начинала прыгать тройным прыжком, но по медицинским показаниям было время, когда мне запретили это делать. И тогда, в принципе, и запретили высоту прыгать. Но так как я только начинала учиться тройном, понятно, что он очень быстро отмелся, и все. Мне этот вид очень нравится, и очень сильно симпатизирует. Если бы я, наверное, не была такой высокой, то я бы еще и бегала, потому что мне очень нравится бегать разные дистанции скоростные, там, 200, 150, там, 100, то есть вот эти. Но так как я огромная, со своими ногами я пока делаю шаги, то, конечно, говорить о профессиональном спорте в сприте, естественно, об этом не заходит речь. Поэтому, скорее всего, тройный, ну, какой-то технически сложный вид, потому что я... Мне нравится сложно координированное что-то, и что-то вот такое более сложное. Какие эмоции ты испытала, когда прыгнула два метра? Изменилась ли твоя жизнь после этого? Ожидаемый вопрос, если честно, я ждала его. Это были очень сложные для меня соревнования. Когда я прыгнула два метра, я думала, если честно, тогда на тот момент только выжить. Потому что на тот момент я болела, и у меня была температура, и я себя очень плохо чувствовала. И соревнования вообще проходили достаточно сложно для меня, потому что, ну, просто плохо себя чувствовала. И то, что там происходило, если честно, мне было сложно понять. Ну, я прыгаю и прыгаю, вот и все. И никаких больше, там, задач себе не ставила. И я, честно, даже не знала про рекорд Беларуси, там, еще про что-то. То есть я просто прыгала, и я понимала, что, ну, хорошо получается, замечательно, там, ну, как бы... То есть я сконцентрировалась больше на своем состоянии здоровья, чтобы мне надо сегодня отпрыгать. Если вы... Я всегда придерживаюсь такого, скажем, принципа, что если ты вышла на сектор, значит, ты можешь прыгать. И если ты не можешь прыгать, и тебе сложно еще, то, значит, вообще туда не выходи. А если ты уже вышла, то сделай все, что от тебя зависит. И покажи на все, на что ты способна на данный момент, вот в этот период времени. Поэтому я просто прыгала, но когда я прыгнула 2 метра, это было... Это было потрясающе, конечно. Ощущение просто... Тут больше ощущение какого-то удивления. Как я в таком состоянии... Да ладно, так высоко, как круто! То есть я была безумно счастлива. Мне сразу стало мгновенно хорошо. Я выздоровела. Все стало прекрасно. Но я скажу так, каких-то особенных эмоций именно от двухметрового прыжка я бы не сказала, что они были. Наверное, каждый личный рекорд или хорошая попытка на высокой высоте, они плюс-минус одинаковы для меня. Или я в 97 год прыгнула в Челябинске в прошлом году, норматив. Я была просто безумно счастлива. Мне кажется, даже больше я испытала эмоции, чем 2 метра, потому что это все-таки после травмы такие результаты, они более ценные. Поэтому, как и от любого личного рекорда, я была безумно счастлива. И, наверное, в тот момент я поняла, появились мысли о мировом рекорде и вообще, в принципе, о том, что вот эта планка пробита, двухметровая, и надо идти дальше. Но я не знала, что будет дальше. Но ты все еще грезишь мировым рекордом? Да, и сейчас, наверное, еще больше, чем до этого, потому что, я думаю, это не секрет по поводу моей профессии, что я рибельтолог, инструктор ЛФК, и для меня важно, наверное, для себя показать, что после травм, после операций, с которыми я столкнулась на протяжении своей карьеры, можно добиваться результата выше, чем было до того, как ты был здоровый, молодой, красивый. Поэтому для меня сейчас это еще более ценно. И я мечтаю о мировом рекорде, о рекордах Беларуси. Для меня это важно. Ну и в целом, больше, наверное, доказать себе, что несмотря на свои травмы, несмотря на проблемы со здоровьем и другие проблемы, мы все можем. Только главное разобраться со своей кукухой. Возникало ли желание уйти из спорта? Да, возникало желание уйти из спорта. Особенно очень сильно обострилось это желание после травмы. Первый со спиной, с которой я просто полтора года не могла ни тренироваться, мне не могли поставить диагноз полгода. То есть это просто хождение по мукам. И это было ужасно. И в тот момент начинаешь взвешивать и понимать, что чем бы я могла заниматься, если бы не спорт? Что бы я сейчас могла делать? Ну вот нет у меня сейчас возможности тренироваться. Нет. Мне больно, мне страшно. И поэтому в тот момент возникали мысли с тем, что надо, наверное, что-то делать. И я, в принципе, в тот момент работала, когда не могла тренироваться. И когда я работала, я понимала, что все равно из спорта вообще я не уйду никогда. Это невозможно. Это как неизлечимая болезнь, с которой ты никогда в своей жизни не расстанешься. Она просто тебя не отпустит. Поэтому как бы там ни было, куда бы я ни шла, оно везде за мной ходит. Поэтому из профессионального спорта вот в тот момент возникало желание уйти, но это не потому, что мне так вот мне там все надоело или еще что. Это просто по состоянию моего здоровья я просто не могла не бегать, пропрыгать там вообще речь не заходит. Поэтому, да, я думаю, мне кажется, что все спортсмены испытывали рано или поздно такую вещь, как желание уйти из спорта. Просто, может, некоторые лукают и говорят, что нет. Профессиональный спорт – это сложная штука. Она очень длительная, она очень мучительная и в то же время дарящая радость. Но, скажем, от соревнований до соревнований, а все остальное время мы сталкиваемся с огромной кучей проблем, препятствий, ну и радости тоже. Поэтому я думаю, что рано или поздно он накатит. Какой старт был самым запоминающимся в 2023 году? Ну, я совру, если не скажу, что это, естественно, выполнение Олимпийского норматива в Челябинске на чемпионате. Это был один из самых, скажем, таких положительных, классных моментов, потому что я к этому шла прям весь сезон. У меня стояла задача своя внутренняя. Вот я хочу отобраться на Олимпийские игры. Для меня это супер было важно. Я к этому шла, и по разным причинам, по своей собственной дурости, многие старты были испорчены. Но вот я знала, сколько у меня стартов есть еще на то, чтобы это сделать. Поэтому, когда я достигла и пришла к этой планке и смогла прыгнуть, конечно, это незабываемо. Я говорю, наверное, это еще тот старт, на котором я испытала еще большую спектр эмоций, нежели когда прыгнула два метра. Что не получилось на чемпионате России? Обещала взлететь выше, чем на чемпионате Беларуси. Знала, что мне это лукнется. Вообще, постоянно, вот поэтому я, наверное, никогда не даю интервью. Очень редко, когда я общаюсь с журналистами и вообще со всеми СМИ, потому что кляпну что-нибудь, потом не знаю, что с этим делать. Поэтому это второй раз в моей жизни произошло. Скажем так, в этом году старт чемпионата России, да, в принципе, и до этого чемпионата Беларуси, это два старта, которые просто разнесли в пух и прах всю мою подготовку психологическую и вообще мое состояние. На чемпионате России, да, действительно, я готовилась к тому, чтобы прыгнуть очень высоко. И по всем своим показателям до чемпионата Беларуси было все в порядке. Я знала, что я иду сейчас вот по возрастающей, в принципе, я могу показать очень высокий результат, потому что и тренировочные высоты, и вообще, в принципе, я себя чувствовала хорошо. Но после произошедшего на чемпионате Беларуси у меня, можно так сказать, что случился нервный срыв, наверное, и это было для меня просто так тяжело, что после того там буквально маленькая разница была, и я заболела. И возможности отказаться от чемпионата России уже не было. Ну, и я, наверное, не тот человек, который откажется ехать куда-то на какой-то старт. Мне же кажется, что я все могу. Мне кажется, что я, да я сейчас как-то открою пятое дыхание, и все получится. Но на самом деле нет. И я туда поехала уже болевшую неделю. С врачами это обсуждалось. И говорили не ехать, но уже было поздно. Завтра вы летаете, сегодня, говорю, только можно мы не поедем. Ну, было уже поздно. Поэтому старт получился очень сложным, потому что мы когда летели, я летела фактически отдельно от всех. Когда мы прилетели в Россию, меня даже поселили отдельно, потому что я болела, у меня была температура, то есть, ну, я себя плохо чувствовала. Меня даже со спортсменами не заселили, да и со мной никто не общался, потому что мы приехали на главный старт, грубо говоря, зимнего сезона, а я больна, и я понимаю, что, конечно, мне тоже страшно заразить других спортсменов, но ощущение, когда с собой никто не общается и тебя ощущают отдельно, это ужасное. Ну, я сказала, выходим на старт, но когда я вышла на квалификацию, я поняла, как говорится, приехали, добрый вечер, что сейчас будем делать? Я там со второй попыткой, по-моему, какую-то квалификационную выступь взяла, я думаю, вот это прикол, и что дальше делать? Как тут быть? Ты ж тут орала, там, лодку себе дерла, что у тебя все получится? Ты сейчас как попрыгнешь? Ну, еще питаешься какой-то иллюзией, кажется. Ну, вот я сейчас, еще же есть два дня, я быстро, и все будет классно. Ничего не классно. Я вышла в финал, и, если честно, я не знаю, как я там 190 прыгнула. Это, если смотреть по сезону, это мой самый худший результат в этом сезоне, но самый лучший в совокупности всех сезонов. То есть, это, в принципе, неплохо из того состояния, но я банально родила эти 190. Просто на каком насилии мысли, потому что я просто не разрешала себе ну, не прыгнуть. Для меня это было шоком. Ты так, ты на тренировках прыгаешь высоко. А что здесь будем делать? Смотришь на тренера, тренера вообще не знают, что делать. Что ты тут скажешь? Что сказать человеку, который... Я сидела, ну, я просто думала, боже, шок, мне тут только не упасть. Поэтому планировала, кричала, говорила, да я тут. По факту, поэтому лучше заранее не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Нравится ли тебе, как выступает Елизавета Валуева? Нужно сказать, что девочка очень перспективная, и она показывает хорошие результаты, высокие. Поэтому сложно сказать в конкурентной среде, мне сложно анализировать, потому что фактически она сейчас прыгает от дна в своей возрастной категории, поэтому как бы она себя вела за рубежом и с другими девочками конкурируя, это очень сложно сказать, и предсказать это фактически невозможно. Но то, как сейчас она выступает у нас внутри страны, и в принципе те результаты, которые она показывает, естественно, это заслуживает внимания, и это классно, что есть ребята, которые подтягиваются и бьют рекорд, вот она зимой побила мой юниорский рекорд зимний, поэтому классно, что это говорит о том, что в стране есть будущее прыжков в высоту, это прекрасно. Какой у тебя рекорд в прыжке в длину с разбега? Простой вопрос. По-моему, он сложный, потому что я не прыгаю в длину с разбега. Я вообще на тренировках один раз когда-то прыгала, а в детстве, там, может, в классе в восьмом или девятом, я даже не помню, там, 4.96, наверное, я прыгала, а в осознанном возрасте, когда я уже, в принципе, тренируюсь, тренируюсь, никогда не прыгала, поэтому, не знаю, мы не тестируем такой показатель. Мне бы было интересно, но, если честно, мне прыжки в длину не очень сильно нравятся, поэтому, как бы, не знаю, я думаю, за 5 метров бы улетел. Что для тебя значит статус спортсмена, входящего в состав национальной команды? Первое, что пришло на ум, это ответственность. Ответственность, которую ты несешь, если ты входишь в основной состав национальной команды, ты понимаешь, что тебе необходимо выступать на тех или иных стартах, тебе нужно постоянно поддерживать свой уровень. И, естественно, я совру, если не скажу, что для меня это важно, и я периодами опасаюсь за то, чтобы меня оттуда не выперли, особенно со своими проблемами. Поэтому для меня это важно, и для меня это... Я горжусь тем, что я вхожу в основной состав национальной команды, и мне нравится, что я так долго являюсь лидером в нашей стране, поэтому это ответственно, важно, но и при этом это очень классно. Поехала ли бы ты на Олимпийские игры в нейтральном статусе? Да, поехала бы, однозначно, и можно больше меня об этом никогда не спрашивать, что... Я не могу сказать, что бы ни стояло на кону, но для меня это самое важное в моей спортивной карьере, и для меня это то, к чему я иду, если будет возможность, и я, в принципе, все для этого делаю, если будет возможность поехать на Олимпийские игры, я поеду, и там кто-то говорил, что, возможно, будет какой-то выбор между там Брикс, дружбой, и Олимпийскими играми. Для меня уже давно все решено. Если так будет, я все равно поеду на Олимпийские игры. Мне сложно понять других спортсменов, которые, работая всю свою жизнь, идя к мечте, олимпийской медали, и вообще, в принципе, вот этому олимпийскому движению, могут пожертвовать этим ради чего-то другого, ради... Мне сложно сказать. Это то, к чему я иду всю жизнь. Для меня это очень важно, и поэтому я для этого столько сил положила, столько лет, и поэтому однозначно, сто процентов, да, я поеду на Олимпийские игры, если мне дадут такую возможность. Я даже говорила всегда про Олимпийские игры, что если нас не допустят туда, что я туда поеду зрителям, и сяду первой рядой, и буду наблюдать за браками высоту, как смотрят, потому что для меня это очень важно, и если мы туда не сможем поехать, и у меня будет, скажем, такую возможность, я туда поеду зрителям, и буду сидеть, смотреть, как они прыгают. Убью ли я себя этим психологически, возможно, но при этом я буду знать, что я тут побывал. Что ты хотела бы изменить в своей карьере? Хотела бы, чтобы мне Божий не дал больше здоровья, потому что вот в своей карьере я бы хотела вырезать то время, которое я потратила на травмы. Мне кажется, я могла бы уже так многого достичь, если бы не сталкивалась с вот тем, что на меня наваливается, просто постоянно я не могу никак выкарабкаться с этого. Огромное... Я и с детства была часто болеющим ребенком, но сейчас в спорте это все выплывает на первый план, и это, конечно, очень сложно. Поэтому я бы хотела поменять в своей карьере, чтобы у меня было больше здоровья, и тогда, наверное, результаты были бы, может быть, лучше. Посмотрю. А так, в принципе, я рада, как складывается у меня карьера. Конечно, сейчас немножко сложный период, но все будет в порядке. Какие три книги ты бы посоветовала прочитать каждому человеку? Если говорить вообще, у меня любимый автор это Эмо Скотт, рекомендую прочитать все ее книги. это очень интересно, очень... Вы сможете поплакать так, что хорошо, если выплачете все, что там насобиралось. Также Монокастен, мои любимые авторы, но это, что касается обычной литературы, скорее, романтики. Поэтому это то, что я читаю в огромном просто количестве. А что касается психологических, психологических, тут, наверное, надо подбирать немножко непосредственно под каждого человека. Буквально пару дней назад закончила читать книгу, достаточно хорошая. И у кого есть вопросы самооценки, я рекомендую прочитать каждому. Очень интересно, очень легко читается. А также психологически типичное управление реальностью. И, наверное, сейчас я читаю книгу «На нервах» называется. Это как справиться со стрессом, со страхом. Ну, это то, что меня волнует. Поэтому следует. Попробуйте. Расскажи о своем самом сильном страхе. Быть парализованной. Как бы страшно это ни звучало. Наверное, звучит даже страшно, да. Это мой страх, с которым я неоднократно в своей жизни сталкивалась. Поэтому это мой самый большой страх. Может ли одиночество быть полезным? Может. И полезным, и лечебным, и очень важным для каждого человека, потому что я считаю, одиночество не буду напевать слова славы, но вообще это дает возможность познакомиться с собой, кто мы есть на самом деле, поговорить с собой поругаться с собой, понять, чего мы вообще в этой жизни хотим, куда мы стремимся. Поэтому я люблю одиночество. Я по рекомендации психолога иногда себе устраиваю свидание с собой, когда ходишь в кафе и просто сама с собой. Тебе должно быть комфортно. Я считаю, что каждому из нас должно быть комфортно с собой. Когда тебе комфортно с собой, тебе будет комфортно с окружающими людьми. Ну, это в идеале к этому прийти. Поэтому одиночество мне нравится, когда я езжу на сборы животных. Это время, когда я отдыхаю, отдыхаю от каких-то проблем и знакомлюсь с собой все глубже и глубже и понимаю, что это какие-то, что я сейчас чувствую, чего я сейчас хочу. Не навязано кем-то, а вот действительно что, вот сейчас именно мне хочется. Поэтому я считаю, что это вот как доктор прописал. Снились ли тебе когда-нибудь вещи и сны? Сейчас вообще очень много снится снов. Каждую ночь я снял огромное количество снов. Иногда сложно, иногда ловлюсь на мысль, что пытаюсь вспомнить, а это было на самом деле или нет. А так, что касается вещей, в детстве когда-то приснила, но он не очень хороший, наверное, надо рассказывать про него. И он сбылся, к сожалению, поэтому с того момента я боюсь этих вещей снов. А так вот прям, что касается спортивной карьеры, нет, наверное, и вообще, в принципе, я их быстро забываю, ну, что касается, кроме тех, которые сейчас снятся. Но они не вещи, пока ничего не забывалось. Да, наверное, и не надо. Без чего ты не сможешь обойтись ни дня? Без минералки Дорида? Да ладно, я шучу. Без сна, без улыбки, без да, мне кажется, я выживу в необитаемом острове, поэтому, наверное, все, что касается внутреннего, вот без улыбки, без сна и без спокойствия, потому что без этого очень сложно выжить. Ты бы хотела что-то поменять в своей внешности? Все, что я хотела, я уже поменяла. Я с детства хотела поменять внешний внешний облик, не знаю, внешний вид своих зубов, поэтому это было моей первой целью, когда я закончила школу, я хотела заработать денег и поменять свои зубы, потому что для меня это был просто такой комплекс, ты всю мою жизнь меня это преследовала, это был ужас. Поэтому все, что я хотела, я уже поменяла, это только зубы, поэтому, а так нет, я против каких-то вмешательств в свое тело и в принципе я не очень классно отношусь к краскам, я за естественность, для меня важна естественная красота и принятие скорее всего такой, какая я есть. Поэтому зачем менять? Муж есть, семья есть, все. Как выглядит твой идеальный день? Проснулась, позавтракала, сходила на тренировку, на удачную тренировку, ни с кем не поругалась, прижилась в тренировки, сделала домашние дела обычные, почитала или позанималась там английским, а потом подождать мужа с работы и пойти гулять. Сейчас особенно классная погода, поэтому я вообще каждый раз ждала, когда он придет с работы, для того, чтобы пойти гулять, попить кофе и просто понаслаждаться природой и любимый. Карина, не задумывалась ли ты о детях? Интересно сформулировать вопрос, ну, конечно, задумывалась я и о детях, и это, наверное, абсолютно нормальная деятельность каждой девушки, задумываться о продолжении рода и вообще о семье, поэтому задумывалась. Когда дети? Ну, сегодня уже не успею. Дети тогда, когда придет время. Когда для меня важно, чтобы ребенок появился тогда, когда мы с мужем будем стоять на ногах и будем готовы обеспечить ему в принципе жизнь. И будем рады его появлению и его ждать с нетерпением. Сейчас решается вопрос жилищный, поэтому как бы сейчас я не готова рожать ребенка, живя в общежитии, поэтому для меня на первом месте сейчас обустроить наши жилищные условия, чтобы было где жить, потом какой-то свой комфорт минимально обеспечить, и тогда, когда мы будем уже готовы и особо остро ни в чем не нуждаться, тогда придет время и мы задумываемся более серьезно об этом. Какой ты видишь свою жизнь через 10 лет? Счастливой в первую очередь. Через 10 лет у меня будет уже 35, значит, со спортом уже, скорее всего, будет либо уже закат моей прекрасной карьеры, либо уже полностью смена деятельности. Я вполне реально вижу свое будущее, я хочу работать по своей профессии, я в принципе сейчас постоянно обучаюсь для того, чтобы не терять этот навык, и поэтому через 10 лет я надеюсь, что у нас уже будет ребенок, я буду работать со спортсменами, но не как тренера, как инструктор ЛФК, и помогать им справляться с их травмами, воспитывать ребенка и жить счастливо. Почему ты ведешь свой инстаграм на белорусском языке, а разговариваешь на русском? Если честно, когда сюда шла, я думала, что вообще, может, на белорусском прикольно было бы сделать все интервью. Вопрос интересный, я хочу даже перейти на то, чтобы, если вдруг я решу общаться со СМИ, по крайней мере, за рубежом, особенно в Российской Федерации, я надеюсь давать интервью исключительно на белорусском языке. Для меня это важно. Я хочу, чтобы точно понимали, что я из Беларуси. Не путали, откуда я, не из Российской Федерации, а из Республики Беларусь. Это первое, что для меня важно. Также, вот я перешла полностью на белорусский язык в своем Инстаграме. Я пытаюсь где-то читать больше и вспоминать белорусский язык, потому что в школе я его достаточно хорошо знала, я сдавала централизованное тестирование. Да и дома, когда ты открываешь дверную хату, заходишь и там всегда общаются все на белорусском. Я не могу сказать, что я могу говорить на чистейшей белорусской мове. Естественно, нет. Как многие говорят, это просто тросянка, но даже на тросянке, говоря, это все равно нерусский язык. И почему я не могу на нем говорить? Я живу в Белоруссии, это наш родной язык. Он безумно красивый. Хочется, чтобы сейчас идет такая, скажем, тенденция больше на его исчезновение, и это немного, в моем понимании, это немного неправильно. Я бы хотела, чтобы больше спортсменов и вообще, в принципе, людей разговаривали на этом языке, потому что сейчас это о, села приехало, а чтобы это больше воспринималось поприятнее, поэтому разговариваю, я, в принципе, английский учу, но я же не разговариваю на английском, правильно, поэтому хочется мне вести свои инстаграм, социальные на белорусском языке, возможно, захочется давать интервью на белорусском языке. Дома я стараюсь общаться с тренером, мы очень часто на тренировках можем даже поспорить насчет какого-то слова, как оно переводится, или поговорить на белорусском языке. Мне просто нравится белорусский язык, и для меня это теплое воспоминание с детства, и, наверное, я вижу в этом будущее свое как спортсмена именно в этом языке и в общении с окружающим. На что ты бы потратила миллион долларов? Не хочется отвечать банально, как предполагается, что вот, я эти деньги потрачу на благотворительность, на все остальное. Я считаю, что благотворительностью вообще этим делом надо заниматься тогда, когда ты сам полностью состоявшийся, ничем не нуждаешься, и состояние наполненности ты можешь делиться этим с окружающим. Поэтому этот миллион долларов, если бы мне его дали, я бы потратила на обустройство своей жизни, в первую очередь на недвижимость, на свою комфортную жизнь, что касается недвижимости, машины, я думаю, что больше денег не осталось, наверное. А если бы осталось, то что-то там отложить, что пусть будет на черный день. Если бы осталось на благотворительность, то я бы их пожертвовала и для животных, и, возможно, в какие-то детские дома, потому что я была в детских домах, и это, конечно, восхитительно вообще их деятельность, поэтому это мне отзывается в сердце, поэтому если бы там что-то осталось, то, естественно, я бы этим заняла. А вообще классно открыть какой-нибудь свой фонд на помощь кому-то. Субтитры сделал DimaTorzok